Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем на роде Нарпе, первый сервер. Мы продолжаем свои приключения, ник который нужно вводить будет в описании пацаны, именно мой основной аккаунт, его ник нужно вводить. Ник этого аккаунта вводить не нужно, который сейчас у меня, это Кирилл Карданов, это просто жизнь стуля пацаны, четвертый день получается, четвертая серия, четвертый день, поэтому вот такие вот дела. Спасибо вам за лайки пацаны, вы набрали на прошлой серии 46 лайков, хотя я просил 50, но давайте на этой серии постараемся набрать именно 50 лайков. Мне тут написали интересный комментарий, я про эту тему узнал, что можно получить, короче, бесплатную випку. Я про эту тему узнал, но я забыл этот номер, мне написал Коля Абрамов, в принципе, спасибо ему, он написал мне в комментариях, короче, этот номер. И сейчас мы получим себе эту випку, пишем команду пфоны, включаем его, получается, и нам нужно позвонить на этот номер. И как я понял, номер у нас 1337, 1333, 1337, и позвонить. Хорошая работа, дружище, держи подарок от Милки. За использование этого кода вы получите вип третьего уровня, стоимость 550 рублей, благодаря этому подарку вы можете иметь 4 машины. Каждый Payday вы будете получать 2 XP, а лечение в больнице будет в разы быстрее, пацаны, поэтому, кто играет только на родине, начал играть, точнее, то вводите, пацаны, этот номер, просто купите телефон, пропишите номер 13337, потому что, скорее всего, вебка закрывает его, поэтому, если что, вводите, пацаны, и мы получили випку. Это реально круто, на самом деле, и вы мне еще написали, что на третьем уровне можно вводить уже промокод. Я попробую это сделать, у меня сейчас второй уровень, и нужно еще отыграть 6 часов. Сегодня мы будем продолжать выполнять задания Павлика, осталось там, по-моему, 2 задания. Я не знаю, будет ли еще какой-то квестовый персонаж, если будет, то будем дальше продолжать, но я уже хочу реально в следующей серии купить машину. Поэтому я, наверное, постараюсь вне серии покачаться до третьего уровня, просто там на РПСон поставить аккаунт, чтобы был третий уровень, мы ввели промокод, получили бабки и купили машину, пацаны. Я думаю, это круто. Скорее всего, этот проект «Жить с уля» будет идти пару серий, еще там, может быть, 3-4 серии выйдет, и все. Просто я хочу на личном примере показать, как можно здесь развиться на родине, чтобы, возможно, у вас появилось там желание здесь поиграть и так далее. Но насчет випки, спасибо большое, Коля. Просто я знал, что можно так получить випку, но я не знал номер. Поэтому большое спасибо Коляну, он выручил, короче. Сейчас я буду ждать, пока появится скутер, поеду, получается, к Павлику, возьму задание, и мы уже будем, короче, его выполнять. Все, пацаны, я, короче, приехал до этого Павлика, и вот это задание, которое я хотел выполнить в предыдущей серии, но подумал, что лучше оставить это на эту серию, и, скорее всего, сегодня у нас будет прощание уже с Павликом. Нам, короче, нужно поехать в Тир Южного и поразить 30 целей. Заполнение нам дают 5000 и 2 XP. Ну, это уже хоть посерьезней. Хутируем побыстрее, надеюсь, я прокачаю. Надеюсь, что сегодня вообще вкачаю уже третий уровень, и уже в следующей серии мы купим себе машину, потому что я хочу реально уже купить какой-то транспорт, потому что уже четвертый день передвигаться на скутере, пацаны, это такое себе. Ну, хоть хотя бы скутер есть, а пешком было бы еще сложнее в 100 раз. И, кстати, скорее всего, следующая серия уже выйдет именно не по жизни с нуля, а уже на основном аккаунте, там у меня идея появилась. Ну, в принципе, она связана с домом. Я думаю, вам зайдет. А уже после этой серии, скорее всего, выйдет уже серия, где я буду покупать машину. То есть, введу промокод, получу деньги и уже куплю машину. Ну что ж, пацаны, вроде мы приехали в Тир Южного, я не знаю, почему именно в задании указан Тир Южного, но... Блядь, а он закрыт, типа, как мне задание выполнить? Он закрыт, реально. Че за бред? Эм, как бы вот, амуняция, Тир, именно Южного. Там именно в задании написано, именно Южного Тир. Может быть, можно поехать в другой Тир, я об этом не знаю. Давайте, наверное, админам напишу, спрошу у них, потому что, типа, в задании именно было указано Тир Южного. Я думаю, сами видели. Типа, я тоже удивился, почему именно Тир Южного. Потому что он всегда закрыт. Я ни разу не видел, чтобы он был открыт. Поэтому, сейчас я админам напишу, у них спрошу и уже продолжим. Ой, пацаны, пацаны, это пиздец. Это просто пиздец. Я не знаю, что делать. Я, во-первых, меня убил пидорас, тот, который стоял возле магазина этого, возле Тира. Он просто взял меня, убил. Без причины. Я вообще к нему даже не подходил. Он просто взял меня, убил. Вторая проблема. Это я написал админов, сказал, что Тир закрыт, и что мне делать? Они написали, ждите, пока откроют. И что мне делать, я хуй знаю, потому что, когда его откроют, я без понятия просто. И как это узнать, я тоже не знаю. Поэтому, понимаете, просто из-за того, что Тир в Южном закрыт, я не могу, блядь, выполнить задание. Понимаете? Потому что указан именно Тир в Южном. Не Тир в Азамальсе, не Тир там в Батырево, либо еще где-то. Именно Тир в Южном. Почему, блядь, почему нельзя любой пойти и выполнить это задание? Я не понимаю, серьезно. Короче, пацаны, я забежал в другую амунацию, и здесь она открыта. Типа, я попробую сейчас здесь выполнить это задание. Пушку человека без лицензии. Блядь, мне еще лицензию, типа, надо взять на пушку где-то. Пиздец просто, пацаны, просто пиздец. Иди мне ее взять. Лицензия на оружие. Блядь, ебучий случай просто. Блядь, а почему не сказал, что надо лицензию купить сначала? А где я возьму деньги на лицензию? Короче, пацаны, походу мы просто в тупик заходим. Возможно, я сейчас нарешаю лицензию, но, типа, не факт, что я смогу здесь выполнить это задание. Потому что писало именно в Южном. Выполнить в Тире. Но, блядь, в Южном три тира, по-моему. Один, где мы были, один еще только что мы там были. Один где-то здесь тоже рядом есть. Их, типа, три на серваке. Ну, в Южном, точнее. Поэтому, блядь, я не знаю, что делать просто. Лицензия на оружие, мне кажется, стоит, ну, дохуя денег. Я сейчас побегу в автошколу. Там лицензии продаются. Но, блядь, мне кажется, у меня 8 тысяч, и мне никто ее не продаст. Блядь, пацаны, просто, Сергей Калечев, большое тебе спасибо. Просто, я пришел, купил лицензию, она стоит 10 тысяч. Я говорю, типа, мне не хватает 1200 рублей, и он мне добавил. Просто, реально, большое спасибо. Давайте ему напишем. Большое спасибо. Блядь, просто красавчик, большое ему спасибо. Пацаны, походу, все будет заебись. Блядь, теперь денег на оружие нету. Пиздец. А че делать? У меня теперь денег на оружие нету. Ну, оружие стоит, я не знаю, сколько там оно стоит. Надо сейчас побежать посмотреть. И, походу, мне придется идти ебашить где-то на какой-то подработке, чтобы заработать эти деньги на оружие. Понимаете? Мне надо поразить 30 целей. 30 целей, это 30 выстрелов или нет? Я просто не знаю, пацаны. Реально, пацан выручил просто, блядь. Просто большое ему спасибо, если он это смотрит. Потому что, блядь, он просто выручил меня очень сильно. Просто выручил меня очень сильно, блин. Потому что у меня не хватало 1200 рублей на лицензию. И он мне добавил 1200 рублей. И я купил у него лицензию. Блядь, это просто охуенно, пацаны. Я уже думал, что все, блядь. В этой серии я ничего не смогу сделать. Но сейчас побежим, посмотрим, сколько стоит оружие. И уже пойдем, подзаработаем денег. И, наконец-то, выполним это задание. Это, наверное, самое сложное задание. По сравнению со всеми. Я думал, самое сложное было разводить пиццу на скутере. Но, блядь, это еще сложнее, пацаны. Вот я, короче, прибежал в магазин оружия. И 50 патронов стоит 1500 рублей. Ну, то есть, это не так уж и дорого, на самом деле. Поэтому, здесь есть рядом грузчики. Поэтому, сейчас пойду заработаю. И уже попробуем выполнить это задание. Итак, пацаны. Я, короче, уже поработал. Заработал 2000. Уже похавал. Большое спасибо Калину еще раз за то, что написал, что можно 24 на 7 поесть бургеры. И, как бы, жажда утолиться. Ну, или холод. Пацаны, это просто полный пиздец. Я извиняюсь за мат. Пацаны, для вас простая секунда. А для меня прошел больше, чем час. Больше, чем час, понимаете? Почему? Вы спросите. Почему, блядь, больше, чем час? Почему, блядь? Потому что, блядь, нигде нету продуктов, блядь, в этих амунациях. Вообще нигде нету. Во-вторых, у меня нету денег. Я катался в Арзамасе, туда-сюда. Уже работал в Арзамасе. Даже на пиццу развозил, понимаете? Даже пиццу развозил. Потом поехал на ферму. На ферме работал полчаса. Заработал 10 тысяч. Но, чтобы выполнить мне этот квест, мне нужно 30 тысяч. Потому что нужно будет выстрелять 600 патронов, понимаете? 600 патронов дегла. Я вот именно спросил еще раз. Они сказали, можно это сделать в любой амунации. Можно выполнить этот квест. Блядь, это пиздец просто. Я извиняюсь, пацаны, но я не выдержал и задонатил 5 рублей. Потому что я не могу уже просто. Пишем донаты. Реально у меня уже... Это просто жесть, пацаны, понимаете? Так, игровой валюты. Все. Все, пацаны. Я спокойно сейчас могу этот квест выполнить. Я извиняюсь, пацаны. Ну просто, блин. По-другому никак. Я не выдержу работать 3 часа на ферме, пацаны. Чтобы вы понимали, я начал видос снимать, пацаны. 8 часов. В 8 часов я зашел на сервер и начал снимать видео. Берем телефон и смотрим. Сейчас я не знаю, видно вам или нет. Я надеюсь, что видно. Время, пацаны. 21.50, блядь. Почти 2 часа я снимаю это видео. Если вы, пацаны, лайк не поставили, то я не знаю, что еще нужно сделать. Потому что, блядь. 2 часа снимаю эту серию. Просто как я выполняю квесты, пацаны. Я столько намучился. Столько наездил по всей карте. Это просто жесть. Я ездил по всем амунациям. Пиццу разлазил, понимаете. Я что только не делал, чтобы заработать денег. Но слава богу, у меня на Киеве было 5 рублей. Я так еще никогда не радовался 5 рублям, пацаны. Сейчас добежим до амунации, которая находится в Южном. Та закрыта до сих пор, по-моему. Может в эту амунацию, которая вот здесь рядом есть. Может быть в нее завезли продукты. Если завезли продукты, то я сейчас куплю оружие. И мне нужно будет выстрелить 600 патронов. Потому что, типа, мне нужно стрелять 30 целей. 30 целей это 20 пулей, короче. 20 пулей. Я, получается, 20, можно на 30. И, получается, это у нас 600 патронов. Поэтому сейчас я направляюсь в эту амунацию. И надеюсь, что там есть продукты. Если нет, то похер. Я возьму скутер, доеду там либо в Батырево, либо в Арзамас. Самое главное, пацаны, деньги есть. Да, я чуть-чуть схитрил. Я задонатил 5 рублей, пацаны. Реально, 5 рублей задонатил. И получил за это 88 тысяч, пацаны. Реально, здесь донат очень классный. Ну, в плане того, что вам дают много денег. Но, пацаны, я реально не выдержал. Я полчаса работал просто на ферме. И заработал только 10 тысяч. А мне нужно было заработать, получается, 30 тысяч. Я столько нервов просто потратил на это все. Вы не представляете, реально. Это просто жесть. У меня уже глаза болят. Я уже вспотел, как шашлык просто. Понимаете? Это жесть. Давайте зайдем в амунацию эту ебучую просто. Понимаете? Даже вход в киль стоит 500 рублей. У меня даже на вход не было. Мне пришлось работать на пиццы, чтобы на вход себе заработать. Есть, пацаны! Просто так. Это у меня уже сколько? Короче, похуй. Берем, блядь. Чтобы было дохуя. Вот, 700 патронов. Все. Можно, пацаны, идти стрелять. Слава богу, здесь есть продукты. Я уже манал куда-то ехать, пацаны. Так, давайте. Получается, вот мы строимся вот так вот и стреляем в одну цель, получается. Есть, пацаны, да. Я все-таки угадал. Нужно выстроить 600 патронов, пацаны. Это круто. Все. Когда я уже закончу, я продолжу. Блин, пацаны, сейчас какая-то хуйня произошла. У меня почти хп вообще нету. Типа, я не знаю, из-за чего это. Типа, из-за того, что у меня наушников нету или что? Из-за чего у меня так быстро хп ушло? Бля, если я сейчас... Я умер, пацаны. Я умер, блядь. Минус бабки просто. Пиздец. Типа, без наушников нельзя стрелять или что? Я не понимаю. Чё за бред просто, блядь. С того, что я начал снимать, пацаны, вы в меня реально не поверили, я думаю. Типа, из-за того, что у меня нету наушников, меня убило или что? Я не знаю, у меня резко хп так до нуля сбросилось. Я включил запись специально. Начал стрелять и увидели, я умер. Надо наушники обязательно, типа, надевать или что? Я хотел наушники взять, но там написало, нет у вас радио, блядь. Что просто за пиздец в этой серии, пацаны, происходит, понимаете? Два часа я уже снимаю. Два, блядь, часа просто. Это пиздец. Почему мне так не везёт? Вообще, всю серию, все два часа мне просто не везёт. Кардинально. Я просто... Это пиздец. Это пиздец просто. Я ещё и вас за мать поюз, пацаны. Просто охуенно. По-другому я не могу сказать. В этой эмунации нету продуктов. Там тоже нету продуктов. Просто классно, пацаны. Просто охуенный, просто день. Просто охуенный. Сейчас я куплю это ёбанное радио, из-за которых я не могу наушники купить. Так, купить. Так, техника. Радио. Наконец-то из-за этой хуиты за 150 рублей я не мог одеть наушники. Просто охуенно, блядь. Ой, бомбит, пацаны. Ой, бомбит. Вы бы только знали, как у меня бомбит просто. Это жесть. Это реально просто разрыв мозга. Ну что ж, пацаны, наконец-то я выполнил этот квест. Понимаете? Наконец-то просто. Наконец-то, блядь. Я выполнил этот квест больше двух часов, пацаны. Больше двух часов, понимаете? Больше двух часов, пацаны. Двух часов. Но наконец-то я его выполнил. Я потратил, по-моему, 700 патронов, если я не ошибаюсь. Может быть, даже больше. Пишем вот эту команду квест, и мы можем его завершить. Блядь, просто я не верю в это, пацаны. Я просто не верю в это. Неужели я смогу закончить это задание? Не понял. А, переодеться надо. Блин, как там уволиться с работы, я уже не помню. Все, вроде бы прошел РВС. Так, давайте. Задание закончить. Е-бой, пацаны, и у меня третий уровень. А нет, у меня еще один ПД не хватает. Твою мать. Ну, ладно, ничего страшного. Так, последнее задание от Павлика. Лесник. Снова привет, дорогой друг. Миру снова нужен герой. Ну, а точнее мне. В общем, возле леса есть дом. Лесника, логично, не правда ли? Пацаны, у меня просто не хватает уже нервов. Я отвечаю. Я просто ненавижу уже КРМП, понимаете? Просто ненавижу, я не хочу уже играть. Чтобы вы понимали, последние карты, которые вы видели, я собирался взять, получается, задание последнее у Павлика. Это лесник. Я его взял, поехал к леснику, почти уже доезжал, и у меня просто комп завис. Мне пришлось его перезагрузить, и поэтому часть там материала немножко оборвалась, короче, нет ее. Поэтому я сейчас перезашел, взять скутер на вокзале Южного, и обратно еду к нему. Я надеюсь, что больше ничего не произойдет, пацаны, потому что у меня уже подгорает жестко, понимаете? Для вас там материала вышло 20 минут на данный момент. А я это снимаю уже почти 2,5 часа, понимаете? 2,5 часа. Я начал снимать это видео, получается, 8 часов. А сейчас время у нас 22.26, пацаны. 22.26, понимаете? Надеюсь, вам будет на видосе видно, точнее, на вебке. 22.26, пацаны. Серьезно, я уже так матюкаться хочу просто. Я тут уже так орал, когда у меня игра зависла. Так матерился. Это просто жесть, пацаны. Вы бы просто это слышали. Реально, у меня просто подгорело. Я вот на этом месте завис, если что. А лесник находится чуть-чуть вон дальше, вот там вот. Сейчас я вам покажу. А, нам будет теперь нужно лесника задание выполнять. Ё-моё. Вы успешно выполнили задание, лесник. Задание было выполнено. Возвращайтесь обратно и получите награду. Всё, это наше было последнее задание с Павликом. И у нас теперь будут задания только у лесника. Смотрите, он просто руки поднял даже. Окей. Так, что тут у нас за задание? Давайте посмотрим. Охота, начало. Охота, первая кровь. Первая добыча. Куриное филе. Так, так, так. Ну, короче, здесь очень много заданий, где нужно там сначала оружие на работу купить. Потом убить, там, курицу, либо ещё что-то. И тогда, видите, потом призрака надо будет убить. Но вот эти задания ещё лёгкие. Вот там, например, вот до четвёртого задания это лёгкие задания. А вот убить Слендера, там, убить призрака. Вот это будет уже сложно, пацаны. Всё, пацаны, я доехал, короче, с помощью скутера разводчика пиццы обратно. Так, вот задание. Всё, пацаны, я закончил, и у меня третий уровень. Просто я апнул третий уровень, пацаны. Это очень круто. И чувака кикнул за то, что он на скутер сел. Ну и дурак, короче. Так, давайте пробуем ввести промокод. Вроде можно водить с третьего уровня. Но я не знаю, типа, правда это или нет. Так, промокод, промокод, вот. По-моему, самый промокод, за который дают много денег, это Ричи. А, блядь, я, по-моему, понял, в чём прикол. Надо, по-моему, решётку ставить перед этим, перед промокодом. Так, клей. Ваш уровень достаточно высок для активации этого кода. Да, походу, через все серии всё-таки мы не купим ни машину, ни квартиру, ни хуя. Потому что нужен четвёртый уровень, пацаны. А чтобы его получить, нужно отыграть 16 часов. Ну, такое себе, конечно, да. Ладно, пацаны, я думаю, на это будем заканчивать. Я снимал эту серию больше 2,5 часов. А именно, сейчас уже 22,37, я начал снимать 8 часов. То есть, пацаны, блин, я реально снимал долго. Я надеюсь, что вы поставите лайк просто. Потому что я старался. С Павликом мы попрощались, потому что мы выполнили у него все задания. Теперь у нас, получается, будет листник. Вводите мой ник, который есть в описании. Потому что, если вы прокачаетесь до третьего уровня, я получу там 250 тысяч. И 150 тысяч я могу отдать вам. Поэтому, вводите мой ник. Играйте вместе на родине. Всё есть в описании. Ждите новых серий. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok